В Заянске состоялась традиционная августовская педагогическая конференция. На площади Дворца культуры и энергетик в этот день было шумно, многолюдно, красочно. Школы, детские сады, колледж, учреждения дополнительного образования города и района оформили площадки по самым разным тематикам, но каждая из них – это демонстрация результатов и достижений детей и педагогов. Чтобы не растеряться в этом многообразии, гостей конференции провели по всем площадкам гиды-близнецы Герман и Эдгар Афанасьевы. В этот день Заянск посетили начальник отдела кадровой политики Министерства образования и науки Татарстана Лилия Амирова, директора Елабужского филиала Казанского федерального университета Елена Мерзон, советник при ректорате по дополнительному образованию Набережной Челнинского университета Ленар Галеев. В сопровождении главы района Разифа Каримова гости познакомились с юными заинцами, их учителями и педагогами, узнали о том, над какими творческими проектами работают в каждом образовательном учреждении. В этом году каждая школа и детский сад участвует в общегородском проекте «Музей в чемодане». К педагогической конференции каждое образовательное учреждение подготовило свою тематику. Допустим, шестая школа рассказывает о Заянске в годы Великой Отечественной войны. Вторая школа об истории пионерии. А четвертая школа об истории градообразующего предприятия «Заинск-Эгресс». Особое место на выставке заняла фотоэкспозиция, посвященная заинским педагогам, отдавшим всю свою жизнь воспитанию юного поколения города и района. Каждая школа представила портрет одного из самых уважаемых учителей. Конечно, педагогов с большой буквы немало, и выбрать кого-то для городского мероприятия – непростая задача. Коллектив четвертой школы таким образом отдал дань уважения бывшему директору Валерию Чернову, создавшему большую методическую базу, актуальную до сих пор. При нем возникла традиция – ученики школы после педагогических вузов возвращались сюда работать. Моя четвертая школа представляет, конечно же, легендарного Валерия Васильевича Чернова. С 1974 по 1990 год он служил в нашей школе директором. И за это время школа действительно стала новаторской, престижной. Престижно сегодня осваивать рабочие профессии. Это показали в своей театральной миниатюре студенты Политехнического колледжа. А разные ремесла передаются в заинские с поколения в поколение. В этом участники конференции смогли убедиться на выставке изделий, изготовленных руками детей и родителей. О преемственности в системе образования говорили уже на пленарной части педагогической конференции. Ее главной темой стала модернизация системы на основе приоритета в воспитании и повышении качества образования. Так, одни из качественных показателей являются результаты единого государственного экзамена. В этом году в городе и районе 177 выпускников успешно прошли аттестацию в форме ЕГЭ и получили аттестаты. Сторонительный анализ результатов ЕГЭ за 2009-19 годы указывает на позитивную динамику по обязательным предметам. Также улучшились показатели по русскому языку, математике, профиль, база, английскому языку, биологии, истории России, литературе и физике. В тех школах, где выпускники не подтвердили свои знания на едином государственном экзамене, было рекомендовано провести тщательный анализ результатов работы, разработать меры по повышению качества образования. К современному учителю сегодня предъявляются высокие требования. Уже известно, что с января 2021 года система образования перейдет на новую форму аттестации педагогов. При этом для Заинска остается актуальной проблемой нехватки высококвалифицированных учителей. Сохраняется самая высокая потребность для русского языка, литературы, математики, физики, химии, иностранного языка и учителей начальных классов. В основном закрыть имеющиеся локации удается за счет внутреннего и внешнего совместительства. Глава района Розив Каримов отметил, что эту проблему нельзя откладывать, необходимо принимать решение. В этих направлениях будем работать, и грантовые, и другие поддержки. Я и в прошлом году, если помните, на августовской конференции говорил о том, что если какая-то поддержка необходима, давайте разработаем положение, определимся и будем поддерживать. Начальник управления образованием совместно с советом директоров школ определится именно по необходимым предметникам, изучить свои предложения, дайте, мат работаем. Педагогическая конференция традиционно становится местом, где отмечаются лучшие учителя. В этом году за значительный вклад в развитие педагогической деятельности, за заслуги и достижения в области образования были награждены 64 учителя. Им были вручены федеральные, республиканские, муниципальные награды. Гульнара Феофанова, Юлия Казамарова, Новости Татарстана.